На недельку, а до второго я уеду в Хухуёво. Всем приветики, с вами Елена Вивас из Аргентины, и мы до сих пор еще в пути, если честно, я уже сбилась, который день мы в дороге, и вчера вечером мы приехали в город Сальто, в столице провинции Сальто, по которой мы там, по-моему, два дня были в пути по этой провинции. Город Сальто, потрясающий городок, наверное, с лучшим сохранившимся историческим центром в колониальном стиле. Я не стала ничего снимать, хотя мы там практически сутки были, потому что считаю, что этот город достоин того, чтобы именно в этот город приехать на неделю как минимум, чтобы его хорошо изучить и сделать интересные видео, потому что это очень, это город, где очень много историй, это город с потрясающе красивой колониальной архитектурой, окрестности города тоже очень интересные, покатались сегодня, заехали в один городок, называется Сан-Лоренсом, полностью туннели из цветущего красным цветом, сейба, да, это дерево, национальный символ Аргентины. Все красиво, все интересно, поэтому нужна отдельная поездка именно в город Сальто. Вот, и сейчас мы выехали из этого города в направлении провинции Хухуй, это будет уже последняя, скорее всего, провинция. В нашем путешествии, единственное, что будем возвращаться мы опять через те же провинции, в которых были, но по другой дороге. И, возможно, что-то еще очень интересное в пути найдем, и я сниму несколько видео для вас. Сейчас, когда я начала это видео, мы еще едем по провинции Сальто, и то, что меня удивило, сейчас мы едем по национальной автомагистрали, на которой, кстати, вот написано, что от Буэнос-Айреса мы отъехали на расстояние уже более 1600 чем-то там километров. И я вам сейчас покажу, что это за национальная трасса, причем это же не только национальная трасса, это еще и межнациональная трасса, так называемая Панамерикана, которая связывает несколько стран Южной и Центральной Америки. Здесь не везде даже встречные машины могут разъехаться. Вот мы едем между столицами провинции Сальто и провинцией, и столицей провинции Хухуй. Это расстояние 95 километров, и навигатор нам сразу показал, что в пути мы будем больше двух часов. 95 километров по национальной трассе, которая идет из Буэнос-Айреса на север страны. Вот видите, меня даже на поворотах уже вот так вот заносят, потому что такая дорога тут сплошные серпантины. Настолько узкая, что непонятно вообще, для кого прокладывалась эта дорога. Скорее еще, когда конные упряжки были, то, мне кажется, они были шире. Непонятна логика, это Аргентина. Но, тем не менее, наше путешествие продолжается. Мне здесь нравится все. Это то место, куда нужно обязательно приехать в север Аргентины. И, конечно, желательно выбирать время года, чтобы это была зима, или это была поздняя осень, или ранняя весна. Потому что сейчас середина весны, очень жарко. Вот в других видео я уже говорила, что температура 35-45 градусов. Вот сейчас, правда, мы едем 29 градусов, но нигде не тенька. Солнце шмалит, поэтому все равно, как бы, через стекла в машине ты прогреваешься. Наконец-то купила крем от солнца, защиту от солнца, что до этого как-то даже в голову не приходило. Хотя уже, казалось бы, мой мозг должен был перестроиться на то, что я в южном полушарии, и сейчас мы готовимся к лету, а не к зиме, как Европа. Ну, давайте посмотрим, какой же он Хухуй. Это путешествие происходило в октябре, когда повсюду цвела Сейба. И, кстати, когда мы уже приехали в городок Хухуй, выяснилось, что между Сальтой и Хухуй есть и другая дорога. Не столь экстремальная, как эта. Но неподготовленные заранее путешествия темы интересны, что они богаты приключениями. И вот наша поездка по этой трассе была незабываемым впечатлением. Хухуй – это крайняя северо-западная провинция в Аргентине. А в Аргентине, если вы помните, мы ходим вниз головой и вверх ногами. Поэтому чем севернее, тем ближе к экватору и, соответственно, более жаркий климат. Но за счет больших перепадов в Су, Хухуй является провинцией с наибольшим климатическим разнообразием в Аргентине, так как на ее территории расположены разнообразные экосистемы. И вот только мы выехали из Сальты и сразу из засушливых регионов попали в джунгли предгорий Ант. А закончим путешествие по провинции Хухуй посещением соляной пустыни и 14 цветных гор без какой-либо растительности на них. Кстати, посмотрите, на заднем плане показались анды. Отправляясь в путешествие в эту провинцию, всегда нужно брать с собой одежду для любой погоды. Из-за того, что территория провинции Хухуй находится на достаточно больших высотах, то и перепады температуры в течение дня здесь тоже достаточно значительные. Так, в летний период дневные температуры могут достигать 40-50 градусов, что мы, в принципе, и застали. А вот ночью в отелях мы включали буржуички, чтобы немножко подтопить то место, где мы спим. Иначе можно было бы просто околеть от холода. Когда же мы посещали соляную долину, по сути, это пустыня. Без легкой ветровки находиться там было очень некомфортно из-за очень сильного и сильного ветра. Но зато все эти температурные мучения вознаградились невероятно красивыми пейзажами на территории провинции Хухуй. Ну вот и достигли мы одной из основных целей нашего путешествия. Изначально свою поездку я назвала на недельку, а до второго я уеду в Хухуй. Ну, поскольку я как бы и мы выезжали, мне на недельку чуть больше наше путешествие будет продолжаться. Но второго мне нужно быть в городе Буэнос-Айрес, решать свои проблемы с документами. И больше всего я хотела увидеть именно его, Хухуй. Вот сюда мы и приехали. А вот так вот выглядит официальная табличка о том, что вы в республике Аргентина, въехали в провинцию Хухуй. Смогли разобрать надпись? Я вас поздравляю. Я ее разобрала только потому, что я знала, куда я еду. В Хухуйово. И дальше с подъемом в высоту, как видите, опять начали меняться пейзажи. Из сельвы мы попадаем в более засушливые зоны, так как меняется высота над уровнем моря. А это фургончик, который был загружен ящиками с персиками. Ну вот мы и доехали до города Хухуй. Вон он у меня как раз за спиной. Об этом и надпись. Что я вам могу сказать о городе? Сейчас мы находимся на главной площади. Это, в принципе, парк, как и во всех остальных городах, которые мы проехали за эти дни. По северу Аргентины везде в центре красивая площадь с парком. Вон сзади меня здание правительства провинции Хухуй. И по большому счету сделать здесь не Хухуя. Город так себе, ничего интересного. Парк, да, красивый, не могу ничего плохого сказать. Очень маленький он, кстати, не так много людей, как в других городах в этом парке. Вокруг парка и этой площади несколько красивых зданий, которые сохранились еще с времен, видать, былого величия. И на этом какие-то интересности этого города заканчиваются. Но завтра мы едем по провинции. Я надеюсь, что что-то интересное мы там все-таки найдем. Не зря же мы сюда приехали. Полное название города – Сан-Сальвадор-де-Хухуй. И если Буэнос-Айрес испанцам удалось основать со второй попытки, то Хухуй им дался только с третьего захода. В 1420 году эти места были завоеваны империей инков. Приход европейских завоевателей примерно совпал с падением Великой империи. Так что местные племена к приходу бледнолицых уже привыкли воевать и отстаивать свои земли. Первая попытка завоевать долину Хухуй и основать на этих землях испанское поселение была предпринята в 1561 году, затем в 1575. Но удача пришла к испанцам только в 1593 году, когда Франциско де Органьярос и Мургия и его 40 солдат исполнили обычный ритуал. Органьярос вытащил из ножен свой меч, разрезал им воздух в форме креста, вырезал в земле небольшое углубление и бросил в него несколько камней от имени короля Испании Филиппе, дав понять, что эта земля завоевана и эти плодородные почвы антныне принадлежат испанской короне. И пока главный конкистадор зачитывал свиток с королевским приказом об основании поселения, капеллан перекрестил всю долину и окружающие земли. Солдаты выстрелили из аркебус, кинули несколько петард и размахивали штандартом короля Филиппе. В течение всего следующего столетия испанцы покорили всю территорию нынешней провинции Хухуй, захватив районы Пуны, ущелья Умауака и Рамаля. Жители провинции Хухуй идентифицируют себя как Хухейнюс, независимо от своего происхождения. Но если разговаривать с каждым персонально, то, конечно же, вам расскажут свои корни. Сегодня на территории провинции проживают потомки таких коренных народов, как Кожжа, Омагуака, Атакама, Окложжа, Телиан, Тоара, Гуарани, Кожжа-Гуарани, Тоба и, конечно же, метисы, которые образовались при смешанных браках европейцев и местного населения. Город Сан-Сальвадор-де-Хухуй расположен в сейсмически активной зоне. Да, это огненное Тихоокеанское кольцо, поэтому время от времени его потряхивает. И, кстати, это город-побратим моего любимого Сантандера в Испании. Расположенная примерно в 190 километрах от столицы Хухуй, соляная долина Салинас-Грандес является третьим по величине солончаком в Южной Америке с площадью более 12 тысяч гектаров под открытым небом. И посещение этого солончака – обязательный пункт программы, если вы путешествуете по северу Аргентины. Одна из самых белоснежных зон Аргентины с прочной твердой текстурой, расположенная на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря. По дороге к ней мы пересекали перевал с точкой 4 тысячи 150 метров. Происхождение у солончака Салинас-Грандес, немного меньшего по размерам, чем всем известные у Юни в Боливии или Аризаров в провинции Сальто, восходит к периоду от 5 до 10 миллионов лет назад, когда бассейн был полностью покрыт водами извергающегося вулкана. Постепенное испарение этой жидкости и кристаллизация ее компонентов дало впоследствии форму солончаку, который имеет корку толщиной 30 сантиметров и выдерживает груз даже средних грузовичков. По мнению ученых, это химический осадок, образованный путем испарения. Здесь очень сухой воздух, и в день нашего посещения влажность составляла всего 6%. В целях вашей же безопасности самостоятельное посещение солончака запрещено только с аккредитованными гидами из числа коренного населения Кожья, которые просили меня, кстати, передать своим подписчикам, что они категорически против промышленной разработки лития на их исконных и заповедных землях. Здесь свой уникальнейший заповедный микромир, который так легко разрушить. Но не только микромир. Мы, кстати, здесь встретили несколько гуанако, которые являются родственниками лам, но намного меньше по размерам и с более густой шерстью, которая является очень ценной и очень дорогой. КОНЕЦ И, соответственно, что все в этой долине сделано из местного строительного материала. То есть вот эти вот кирпичики, они из натуральной соли. Но лизать их не стоит. Вокруг Солодчика, естественно, есть ярмарка местных народных умельцев с различными туристическими ништяками. Мы, правда, посещали это место в низкий туристический сезон, поэтому не очень много торговцев было. Все прилавки, скульптуры, строения, туалеты и даже вот эти столы и табуретки, все это сделано из натуральной соли. На территории провинции Хухуй есть огромное количество поселений, посещая которые, вы углубляетесь в культуру доколумбовой эпохи. Но даже просто путешествие на машине по этой местности это все равно, что перенестись на другую планету. По этой трассе мы туда-сюда обратно проехали несколько раз и каждый раз впечатления просто зашкаливали. Потому что все зависит от того, проезжайте вы это место утром, в полдень, вечером, каждый раз это все окрашивается различными красками. Посмотрите, все цвета радуги, которые только возможны, присутствуют в этих горах. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А когда наступает вечер, самое время отправиться в рестораны, чтобы попробовать местную уникальную кухню и насладиться местным фольклором. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АКЕЛЯ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавill 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 А есть мы сегодня будем мясо ламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вишенкой на торте при посещении Телькары является Пукара де Телькара. Это археологический памятник, образованный многочисленными постройками, выполненными местным народом Телькара, который является частью племени Омагуака. И находится все это в стратегическом месте на территории Кебрада де Умагуака, самые красивые места которого мы посетим чуть-чуть позже, в самом конце этого видео. Это одно из самых важных и известных мест древнего поселения еще до испанской эпохи на территории региона Омагуака. Он расположен на территории примерно 15 гектаров и ему практически 1200 лет. Гуляли по этой территории мы с профессором археологических и антропологических наук. Это просто невероятные впечатления. Помимо древнейшей истории, посмотрите, какие невероятные пейзажи окружают это место. КОНЕЦ Уникальные по своей красоте 14-ти цветные горы расположены на самом севере провинции Хухуй и их протяженность более 150 километров. Точка, в которой мы ими любовались, находится на высоте 4350 метров. И, как это ни странно, я себя вполне прекрасно там себя чувствовала, могла легко дышать. И, кстати, эти горы являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятная красота, которую обязательно надо посетить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через провинцию Хухуй проходит южный тропик Козерога Только настоящий географ может меня понять, как важно посетить это место Кстати, мы его очень долго искали, так как с дороги его практически не видно И на этом наше путешествие подошло к концу по провинции Хухуй Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк внизу этого видео Обязательно напишите свои комментарии И не забывайте делиться понравившееся видео со своими друзьями в ваших социальных сетях Всем пока-пока! С вами была ваша Елена Вивас